Мясо свиньи мы называем свининой, барана – бараниной, курицы – курятиной, с кониной также все нормально – это мясо коня. Мясо коровы должно называться коровятиной, но тут что-то не так, вся логика рушится. Мясо коровы – это почему-то вдруг говядина. Так откуда же взялось это слово «говядина» и какое отношение к нему имеют коровы? Почему именно говядина? На самом деле говядиной называют мясо не только коров и быков, но и даже волов, но это название относится к взрослым животным. Мясо молодняка называют телятина. Так почему говядина, а не коровятина? Слово произошло от древнерусского «говяда», то есть крупно-рогатый скот. По одной из версий говяда буквально переводится «едящий траву» – «говять» – «паститься», буквально жрать траву. Коров раньше не ели, а держали для получения молока. По сути, терминология и смысл того, что сегодня вкладывается в это понятие, не имеют точек соприкосновения. Все дело в культуре народа. С давних времен славяне, разговаривая о быке, называли его «говеда». Соответственно, мясо из него именовали «говядиной». Кстати, потребляли исключительно бычье мясо, коров же разводили исключительно для молочного производства. И только в экстренных случаях, например, в голод, ели корове мясо. В наше время говядину не рассматривают с точки зрения половой принадлежности животного, просто существует общее обозначение «говядина». По факту данное слово не отображает настоящее качество продукции. Что касается телятины, тоже мяса тех же животных, то оно применяется к продукту из более молодых особей, а значит, качество его на порядок выше, как и характеристики. Что интересно, в Латвии корову называют «гатина», что и отражается на фантике литовского варианта знаменитых конфет «коровка». Кстати, эти конфеты придумали именно литовцы. Как видите, тут в одном слове соединились сразу два слова – корова и скотина. Получилась «гатина». Прикольно, не правда ли? Пожалуй, на этой ноте и закончу. Теперь вы знаете, почему мясо коровы – не коровятина, не бычатина, а говядина.